Здравствуйте! В эфире «День с толком» в студии Елена Макаренко и далее коротко о главных темах этой пятницы. 150 тысяч рублей за квадратный метр. Профсоюз призвал алтайских строителей сокращать цену жилья в Барнауле. Взламывают госуслуги, подделывают голоса, рассылают ссылки на фото. Какие новые схемы используют мошенники и как от них защититься. Нешуточные страсти. Дачники барнаульского садоводства упрекают председателя в самоуправстве и поборах. В Барнауле цена квадратного метра достигла 150 тысяч рублей, а в новостройках и того больше 300 тысяч за квадрат. Профсоюз алтайских строителей призвал власти и застройщиков подумать о снижении цен на жилье. Ведь уже для многих жителей края покупка квартиры становится неподъемной. Так, председатель профсоюза уверен, что сегодняшние цены загоняют население в нищету. В свою очередь строители напомнили, что цена за квадрат складывается из ценности территории, уникальности архитектуры, обеспеченности соцобъектами, качества строительства и не только. Неиспользуемые участки, самовольные постройки и серые схемы в Республике Алтай озвучили предварительные результаты массовых проверок земель. За месяц выявлено более 80 фактов нецелевого использования. Итоги межведомственной работы обсудили на заседании рабочей группы. Подробнее в сюжете. По документам, земля сельхоз назначения по факту отели, гостиницы и базы отдыха. Месяц назад в Республике Алтай дали старт массовым проверкам использования земель. Проверено больше 330 участков. На 87 из них как раз такие случаи. На заседании межведомственной рабочей группы, созданной по поручению главы Республики Андрея Турчака, подвели первые итоги. 87 нарушений в использовании земельного участка, ответственность за которые установлена в статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Все акты направлены в управление налоговой службы по Республике Алтай. По 242 земельным участкам выявлено наличие признаков неиспользования земли в категории сельскохозяйственного назначения и направлены акты в управление Россельхознадзора для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Большое количество нарушений выявлено в Майминском районе. Так, в Усть-Мунинском сельском поселении обнаружена неработающая база отдыха, которая принадлежит гражданину Германии. Выявлены объекты, принадлежащие гражданину недружественного государства ФРГ Фохману Маркусу Юргену. Мало того, что ФРГ поддерживает фашистский режим Зеленского и предоставляет оружие наемников для убийства наших граждан, в том числе жителей Республики Алтай, так еще участок используется не по целевому назначению и фактически заброшен. Неиспользуемые участки земельной спекуляции и самовольной постройки. Список нарушителей уже пополнили база «Катунские пороги», турбазы «Глобус», «Юность», лагерь «Пилигрим» и другие. В последнем зафиксировано больше 40 нарушений. Объект, который изначально принадлежал муниципалитету и создавался как детский оздоровительный лагерь, был передан в частные руки соответствующим соглашениям. Его законность поставили под сомнение. Можно так сказать, что есть время жестких решений, вплоть до сноса таких объектов, по которым выявлено нарушение. Давайте мы ту информацию, которую сейчас вы огласили, дополнительно проанализируем, проработаем. И совместно с блоком Антона Черникова на следующей неделе выйдем на конкретное решение. Особое внимание землям лесного фонда. Многие из них на сомнительных правовых основаниях выделялись крупным предпринимателям. Как подчеркнул вице-премьер Александр Прокопьев, такой подход к использованию государственного имущества недопустим и преступен. Напоминаю, что в соответствии со статьей 38 лесного кодекса лесные участки могут предоставляться безвозмездные пользования исключительно в целях собственных нужд. Еще раз подчеркну, для собственных нужд они для осуществления принимательской деятельности. Исключить серые схемы, вернуть земли, которые не используются или используются не по назначению, чтобы передать их в руки ответственных арендаторов и собственников. Муниципальный контроль, Росреестр, Россельхознадзор, ФНС и другие структурные ведомства. Проверки ведутся на всех уровнях. Наша главная задача – навести порядок в земельном вопросе и установить прозрачные правила работы. При этом нарушителям мы даем возможность исправиться, но в случае отказа от полноценной легализации мы будем готовы к жестким мерам, вплоть до сноса объектов. До конца года на предмет законности проверят больше 6,5 тысяч участков, общей площадью 27 тысяч гектар. Недобросовестных предпринимателей ждут серьезные последствия. Олеся Бедарева, Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. Правоохранители все чаще пресекают преступления, когда по номеру телефона мошенники попадают на портал госуслуги, получают доступ к данным человека и оформляют на ничего не подозревающего жителя кредиты. Эта преступная схема – одна из самых распространенных сегодня. А в целом, с начала года в Алтайском крае зарегистрировали почти две тысячи случаев мошенничества, совершенных дистанционным способом. Что нужно знать, чтобы не попасться, расскажут мои коллеги. Перевел мошенникам 140 миллионов рублей. Так, для одного из борноульцев закончился перевод средства на безопасный счет. Такую услугу сегодня предлагают мошенники. Еще одна популярная схема – госуслуги. Например, под предлогом записи к врачу жертвы узнают код СМС, проникают на сайт и оформляют на человека кредит. И еще проще, когда человек теряет или меняет сим-карту. В кавычках брошенная сим-карта, она не отвязывается от учетной записи портала госуслуг, что в последующем приводит к его перепродаже у нового пользователя этой сим-карты. При ее приобретении возникает возможность восстановления доступа к учетной записи пользователя предыдущего. С начала года правоохранители разобрали около 2000 случаев, связанных с госуслугами. А в целом за первые 9 месяцев в Край зарегистрировали 1821 факт мошенничества, совершенный дистанционным способом, 593 кражи с банковских счетов. По словам экспертов, за полгода в России предотвратили 30 миллионов попыток хищений на общую сумму почти 4,5 триллиона рублей. Для защиты денег жителей перед переводом в банки прогоняют счет получателя по специальной базе от правоохранителей с информацией о счетах и реквизитах мошенников. Если информация о таком мошенническом счете есть в базе, то банк должен эту операцию заблокировать на срок в двое суток. Все чаще мошенники используют дипфейки в своих схемах или предлагают человеку инвестировать, или продлить договор услуг сотовой связи. И так заполучают его данные. Из всего массива преступности, если брать город Барнаул, мошенничество, кражи с банковских карт составляют на сегодня 40%. Мы фиксируем снижение такого вида преступлений, как убийства, грабежи, разбои, квартирные кражи, кражи сотовых телефонов и так далее. Но, к сожалению, сегодня массив мошенничества и ТТ-преступлений, вот этих интернет-технологий так называемых, сегодня снижения мы не наблюдаем. Кстати, 820 жителей вовремя поняли о схеме мошенников и не стали переводить им деньги, сообщили в МВД. По статистике правоохранителей, вернуть свои деньги удается менее чем в 10% случаев. Так что будьте внимательны. Настоящая война разгорелась между председателем и инициативной группой одного из барнаульских садоводств. Жалобу в прокуратуру, антимонопольную службу, судебные тяжбы. Дачники недовольны многим, но главные претензии, по их словам, к резкому повышению членских взносов и самоуправству председателя. Все ли так однозначно? Наша съемочная группа выслушала доводы обеих сторон конфликта. 3000 рублей штрафа выписал за такие слова суд в отношении Виталия Котельчука, председателя СНТ ОПП-3 год назад. Просьба к нему от семьи Демьяненко была проста. Оставить электроэнергию на зиму. Антимонопольная служба края и прокуратура района согласились с законностью такого требования. Доводы вашего обращения о незаконном отключении электроэнергии на зимний период в СНТ ОПП-3 в ходе проверки нашли свое подтверждение. С целью устранения нарушения председателю СНТ ОПП-3 вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Я уезжал в район СНТ ОПП-3, где уже ОПП-3, писал заявление, приезжал инспектор, отречал трансформатор, пломбировал, все. Они где-то в числа 20 или 19 по 30 сентября, я говорю, все, пломбировали, же я не могу теперь перечить. Они сражались на то, что они вроде бы как писали, никакого заявления. На эту зиму электроэнергию семьи Демьяненко все же оставили, поскольку трансформатор не стали пломбировать. Однако на одном из прошлых собраний этот конфликт между конкретной семьей и председателем развернулся еще шире. И оскорбления последовали уже от семьи Демьяненко. Как утверждает последняя, председатель на то спровоцировал. За это Евгений, глава семьи, поплатился штрафом в 3000 рублей. Сейчас в конфликте с председателем уже более 10 семей. Идут судебные тяжбы. На этот раз повод повышения членских взносов более чем на 20%. И переизбрание на новый срок Виталия Котельчука. Инициативная группа считает, что он снова стал председателем. Незаконно. Голосование было с помощью поднятия рук. Кто-то поднимал руки, кто-то не поднимал. Но этого вопроса не стояло на собрании о перевыборе председателя. Он просто сам сказал, что никто не идет работать, пой буду я. В УРМа не было. Человек от силы было 80 на собрании. И не больше. В садоводстве членов порядка 580 человек. Гораздо меньше. Присутствовало на собрании 290 человек. Когда у нас кворум не набирается, то есть голосование проходило кворума не, тогда переходит уже в заочную часть собрания. Был определен срок, до какого момента, до какого дня и времени необходимо сдать бюллетени. Эти бюллетени были сданы. Ряд садоводов утверждает, что не хотят видеть Виталия Котельчука на посту председателя, потому что в СНТ не решается ни одна проблема. Плохие дороги, к примеру, по их словам, осенью и весной люди засыпают самостоятельно. Хотя взносы в товарищество платят все исправно. Также жители беспокоят некоторые старые деревянные опоры ЛЭП. Однако, кроме обещаний по замене, ничего не последовало, утверждают садоводы. Газ подключать председатель тоже не спешит. Газовая служба, естественно, ответила, обратитесь к председателю, что он должен собрать все документы, пакет документов и предоставить им. Но мы прошли, люди, инициативная группа пошла к председателю. Председатель сказал, я ничего делать не буду. Делайте это сами. Как хотите, так и делайте. Надо, надо заключить, чтобы дом был, прописка была. Понимаете? И каждый индивидуальный, насколько должен заключать, с ними договор. Как долго продолжатся споры между дачниками и председателем? Вопрос на данный момент риторический. Юрист председателя считает, что нынешний суд касательно легитимности нового срока Котельчука закончится. Скорее всего, в пользу нынешнего руководителя СНТ. Но люди готовы биться до конца. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском педагогическом университете начали проводить курсы повышения квалификации для учителей предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Напомним, новый предмет в школах России начали изучать 1 сентября этого года вместо привычного ОБЖ. Для того, чтобы этот предмет реализовывался эффективно на базах школ, конечно, нужно, чтобы учителя, преподающие его, прошли повышение квалификации. Чтобы не было просто изменения названия с БЖД на ОБЗР, потому что изменение названия не изменит ситуацию. Ситуацию надо менять, нужно, чтобы подход к преподаванию предмета был более эффективным. Народ сейчас... Ну, мы не совсем знаем, как оказывать первую помощь. У нас есть пробел в знаниях очень большой у поколения, и поэтому надо решать эту проблему, решать этот вопрос благодаря подрастающему поколению, работать с ними. И, может быть, меньше людей будет проходить мимо, не обращать внимания на того, кто лежит, и помогут где-нибудь тебе в ДТП, если не дай бог что-то произойдет. Ну, а если мы уже говорим про военные конфликты, то тем более... Это уже второй этап обучения. Первый проходил заочно на базе Государственного университета просвещения. За трехдневную программу в университете педагоги посетят занятия по войсковому бою, пилотированию, беспилотникам, огневой подготовке, тактической медицине. Мы сегодня возвращаемся в то время и восстанавливаем стрелковый тир. И вот приобрели воздушки, тематические винтовки, стрельба из винтовок. То есть вот эти практические навыки. Всего вуз проведет три потока курсов и в совокупности обучит 856 учителей. Сеяли пшеницу, спасали от гибели детские дома Киева, Смоленска и Ленинграда, а также шили одежду для солдат. Именно так жители Алтайского края в годы Великой Отечественной войны помогали всей стране. Сколько госпиталей было на территории Барнаула и как в настоящее время жители региона помогают солдатам на СВО. Такую параллель событий сегодня обсудили на конференции от Калашникова до СВО. Дмитрий Дроздов продолжит. Научная конференция от Калашникова до СВО объединила специалистов промышленности, сельского хозяйства, образования и науки. Люди из этих сфер помогали стране в годы Великой Отечественной войны. За победу, как и сейчас. Мы все с вами идем к замечательному юбилею победы в Великой Отечественной войне. И нашему региону точно есть о чем рассказать. Сегодня это основная тема наших докладчиков, наших круглых столов, наших выступлений. Роль и место Алтайского края, его жителей в победе. Это тема священная. Вклад жителей Алтайского края в победу над фашизмом огромен. Например, в те годы сельские труженики Екатериновки Звеногорского района сеяли для пострадавших и солдат пшеницу. К октябрю 1942 года в Алтайский край прибыло по эвакуации 43 детских дома, в которых было больше 5000 ребят. Все это и не только мы вспоминаем с гордостью и продолжаем жить в современных реалиях. Мы находимся сейчас в той стадии, когда мы имеем большой объем источников, материала по Великой Отечественной войне, что не мешает нам каждый раз возвращаться и переосмыслять ее значение и вклад Алтайского края в победу. И, конечно, сейчас идет формирование, накопление, осмысление всего материала, связанного со специальной военной операцией. Один из спикеров конференции Евгения Демчик, заведующая кафедрой отечественной истории, выступала с докладом на тему «История Барнаула в годы Великой Отечественной войны». Один из проектов – это книга, где представлены различные подвиги наших жителей. Особый акцент – как на территории Барнаула была развернута госпитальная база. Ну, например, вот такой элементарный вопрос, который сейчас наша творческая группа решает. Вообще, сколько госпиталей было в Барнауле в период войны? Вот по одним источникам максимальное количество – это 16 госпиталей, по другим источникам – еще сколько-то и так далее. То есть, историк, он такой пытливый, он должен сопоставлять все документы и выявлять из разных источников историческую правду. Также участники конференции могли посетить выставку. На ней представлены оружия как современные, так и те, которые использовались в годы Отечественной войны. А также необычная настольная игра про Барнаул в годы войны. Участникам необходимо пройти путь от ЖД вокзала до Нагорного парка, отвечая на различные вопросы. Тут игра показывает, что даже в годы войны люди продолжали заниматься образованием, культура развивалась. То есть, какие фильмы были показаны, какие матчи, футболы, тоже люди ходили, смотрели. Всего на конференции было представлено свыше 30 докладов на темы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Тогда и сейчас люди объединяются, чтобы защитить нашу родину. В этом и есть русский дух. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Обращают внимание абсолютно все. Необычный забор появился на Сизово, где строят жилой комплекс «Меланж». Через стекло наблюдать за ходом строительства может любой прохожий. Кому принадлежала идея и зачем ее решили воплотить в жизнь, выясняли наши корреспонденты. Такая стеклянная стена протяженностью в 7 метров появилась рядом со стройплощадкой жилкомплекса «Меланж» полтора месяца назад. Ее изготовили из алюминиевого профиля, применили и специальное антивандальное закаленное стекло. Разбить такое практически невозможно, а вот наблюдать за стройплощадкой можно с утра до вечера. Идея была принята коллегиально. В Сибири я не думаю, что у кого-то есть такое стеклянное ограждение, а мы, скорее всего, первые. И в нашей компании на строительных площадках скрывать нам нечего. У нас есть стеклянное ограждение видно на строительную площадку, что и реечный забор, через который тоже можно наблюдать строительную площадку. Создали так называемую открытую кухню еще и по другой причине. У нас за стеклянным ограждением будут стоять макапы, ну это эскизы, эскизы фасадов. У нас будет два эскиза фасадов. Это штукатурный будет фасад и кирпичная кладка на подсистеме. То есть они будут в полноценном размере, в полноценном кирпиче. Это сделано для того, чтобы не только клиент наш смотрели фасад на строительной площадке, но и проходящие мимо жители города Барнаму. А таких желающих посмотреть, что происходит за стеклом, достаточно. Это и жители близлежащих домов, и малыши из соседнего детсада, и просто прохожие. Когда постоянно останавливается, и все равно взгляд падает на строительную площадку и, соответственно, на это стекло. Даже любители автомобилистов проезжают, останавливаясь в пробке, тоже наблюдают за строительным процессом. Кстати, как нам рассказали, стекло выдержит и сыровую сибирскую зиму, и жаркое лето. А еще его регулярно чистит клининговая компания. Так что стройплощадка жилкомплекса «Меланж» как на ладони. Современный тихий дом-квартал будет расположен рядом с популярным парком «Изумрудный» и премиальным фитнес-клубом. Со слов застройщика, уже продают он 30% квартир. В ближайшее время на стройплощадке начнутся монолитные работы. Сдать «Меланж» в эксплуатацию планируется в конце 26-го года. Сумки, шарфы, шапки, стрекозы и даже наскальные рисунки из войлока можно увидеть в художественном музее края. Выставка «Мягкая сила» открылась здесь накануне и будет работать в течение месяца. На открытии побывали наши корреспонденты. Фантастический и красочный мир войлочного искусства. Здесь и многоцветные панно из шерсти, и живая кукла, и предметы одежды. Более ста экспонатов представлены на экспозиции. Войлок объединил работы творческих людей из разных городов – Томска, Новосибирска, Алтайского края. Вовремя пришли все посылки, даже из далекой Уфы. Уральский федеральный округ, Урал, присутствует у нас на этой выставке. Екатерина Панина – местный мастер. На выставке у нее наскальные рисунки. Вдохновилась ими и воплотила войлоки. Послание потомкам создано на основе реалистичных наскальных рисунков, которые на территории Российской Федерации расположены. Вот птица башкирская, ось в Сибири. Рыба переработана немножко, потому что изображений рыб их не очень много. Народный мастер Татьяна Горбунова представила на выставке всего три своих творения. Это шарфы. Она больше специалист по лоскутным изделиям. Говорит, с войлоком работать легче. По сравнению с теми техниками, какие я знаю, это, во-первых, по времени, намного меньше занимает времени. И, ну, есть там, конечно, нюансы. Надо, как бы, от эскиза все уложить хорошо, правильно сформировать, продумать последовательность работы техники. А так потом все это, ну, это все, как говорится, быстрее, чем лоскут или гобелин. Это не просто выставка. Лучших мастеров ждали награды. Кстати, в экспозиции были представлены и детские работы учащихся Благовещенской школы искусств. Наша, в общем-то, рукоделие достаточно древнее, достаточно взрослое. И то, что молодежь наравне со взрослыми принимают участие, это дает огромную надежду на то, что наше ремесло не умрет. Художественный музей получил в подарок от председателя жюри выставки конкурса войлочную игрушку шамана. Напомню, что выставка разного рода изделий из войлока, которые свояли и зрелые, совсем молодые мастера, из разных уголков страны будет работать еще месяц. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. А на этом у меня все. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545, через несколько секунд о погоде и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok